Привет, друзья! Вы на канале Лацкул и сегодня мы поговорим об удивительной и таинственной игре под названием Лимбо. Если вы любите глубокий сюжет и уникальный геймплей, то этот обзор для вас. И давайте окунемся в мир Лимбо. Знакомство с миром Лимбо. Лимбо, это удивительная игра, переносящая нас в темный, загадочный мир, где каждый шаг наполнен неожиданными событиями. Погружение в проект начинается сразу же после запуска, и давайте рассмотрим, что же такого уникального в этом мире. Художественная графика. Одной из ключевых особенностей Лимбо является его художественная графика. Черно-белые оттенки, игра света и тени создают неповторимую атмосферу, которая погружает игрока в неизведанный мир. Геймплей и головоломки. Одним из главных аспектов игры Лимбо является его уникальный геймплей и головоломки. Графцу предстоит решать сложные задачи и выживать в опасных сценариях, что делает опыт игры захватывающим и заставляющим задуматься. Сюжет и тематика. Лимбо не только визуально привлекателен, но и предлагает увлекательный сюжет. Мы исследуем темы, заложенные в игре, и расскажем о том, как они влияют на восприятие проекта. Лимбо. Это не просто игра, это погружение в мир тайн, где каждый момент заставляет задуматься. Half-Life представила нам одного из самых запоминающихся героев в истории видеоигр, Гордона Фремена. Мы встретимся с ним и расскажем о том, какие приключения ждут нас в этом захватывающем мире. Загадочный мир. Черная Меза. Черная Меза. Таинственный и опасный научный комплекс, где происходит весь сюжет Half-Life. Исследуем его глубины, встретим странных обитателей и погрузимся в увлекательные сценарии. Завершение влияния, завершим наши путешествия по миру Half-Life, обсудим, как игра повлияла на индустрию и какие последствия она оставила в истории гендива. Технологии и инновации. Игра была не только удивительной сюжетно, но и технически. Революционный движок соурча, физика и игры, анимации, Half-Life стала вершиной инновации для своего времени. Разберемся, какие технологии сделали эту игру такой влиятельной. Влияние на культуру. АРА-51 стала не только территорией для научных исследований, но и источником вдохновения для кинематографа, литературы и видеоигр. Рассмотрим, как это загадочное место повлияло на поп-культуру. История и происхождение. АРА-51, расположенная в пустыне Невада, начала свою историю в середине 20 века. Разберемся, как она стала местом для проведения тестов и экспериментов, и какие тайны она скрывала долгие годы. Разоблачение и отсекречивание. В 2013 году правительство США официально подтвердило существование АРА-51. Разберемся, почему это произошло и что стало известно после отсекречивания. АРА-51 остается загадочным и интересным объектом, привлекающим внимание миллионов людей по всему миру. Надеюсь, этот обзор пролежет свет на некоторые тайны этого удивительного места. Персонажи и их эволюция. Стрейд Фиктер известен своими неповторимыми персонажами. Мы рассмотрим историю эволюцию знаменитых бойцов, таких как Ю, Чун Ли, Зан Геф и другие. Игровые механики и эксперименты. Серия постоянно совершенствуется в игровых механиках. Рассмотрим различные вариации Стрейд Фиктер, эксперименты с геймплеем и нововведения, которые делают каждую новую часть интересной и уникальной. Стрейд Фиктер в соревновательном гейминге. Стрейд Фиктер всегда занимал особое место в мире киберспорта. Мы расскажем о турнирах, легендарных матчах и влиянии Стрейд Фиктер на развитие соревновательной сцены. Революция в жанре. Стрейд Фиктер 2 стал настоящим прорывом, перевернув жанр файтингов и став образцом для многих последующих игр. Разберемся, почему этот тайтл стал культовым и какие инновации он внес в мир видеоигр. Стрейд Фиктер родился в 1987 году благодаря Чапчам. Мы рассмотрим начало серии, первых персонажей и механику боевых действий, которая легла в основу всего жанра файтингов. Зарождение звездной расы. Старчрафт был выпущен Blizzard Entertainment в 1998 году. Мы рассмотрим, как развивалась идея игры, ее основные концепции и влияние на жанр стратегии в целом. Тройственная игробельность. Одной из уникальных особенностей Старчрафта является наличие трех игробельных рас, Тиран, Протас и Зерк. Разберем, как каждая раса имеет свой уникальный стиль игры, юниты и стратегии. Сюжеты персонажа. Старчрафт предложил игрокам захватывающий космический сюжет. Рассмотрим персонажей, важные события и интриги, которые сделали Старчрафт не просто стратегией, а настоящей эпопеей. Мультиплеер и киберспорт. Старчрафт стал легендой в мире мультиплеера и киберспорта. Мы расскажем о турнирах, звездах и влиянии Старчрафт на развитие профессионального гейминга. Старчрафт остается несомненной классикой в мире стратегий. Благодарим вас за присоединение к этому обзору. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие эпопеи обсуждения. До новых встреч!